Все, что можно было, выиграл и исчезла мотивация, но это вряд ли, мне кажется. Это вряд ли точно, потому что любой боксер, вообще спортсмен пытается добиться самых больших высот. Если он стал олимпийским чемпионом, он мечтает стать двукратным олимпийским чемпионом. А есть еще трехкратный олимпийский чемпион, но в России никогда его не было. Их было всего несколько человек во всем мире. Есть стимул, за что бороться. Я думаю, что здесь очень сильный соперник на самом деле. Фрэнки Гевин хорошо изучил Алексея. Он много раз смотрел его и на боях, и вживую, естественно. И просто-напросто построил такую тактику, он его тонера, в которой стало неудобно Алексею. И в которой он не может ничего пока сделать. Такого серьезного нам показать. Ну, счет говорит сам за себя. Да, 7 очков разница. Гевин с первых секунд этого боя дал понять, что он не уступит ни в чем. Не сделает ни шага назад. Но вот заметьте, Алексей вообще не бьет джеб. Он все время начинает атаку каким-то резким сильным мощным движением, которое Фрэнки Гевин просто видит. Он встречает, уходит, успевает и даже успевает отвечать. И точно попадает. На мой взгляд, нужно было разбивать левым джебом, готовить атаку и дальше продолжать ее. Да, то есть действует в более классической такой стандартной манере, да? Вот нет-нет, удар за ударом Алексей пропускает. Время остается уже немного. Дистанция явно не его, да? И целый четвертый, там всего лишь две минуты. То есть две с половиной минуты, а счет минус 7 очков. Минус 8. Вот так случается одна из самых главных надежд на этом чемпионате. Одна из самых главных наших надежд. И самых ярких. И самых ярких, да, с кем мы связывали. Очень большие планы. Но вот пока все не в нашу пользу. Ну, пока еще не конец поединка. Давайте посмотрим, что будет дальше. Все-таки самая главная интрига развернется, наверное, в четвертом раунде. 7 очков. Большое преимущество, конечно, англичанин. Что-то надо менять. Алексею. Потому что вот я почувствовал, что он так и нашел свою дистанцию. Ведь смотрите, Гевин повыше, да? У него подлиннее руки. Он вообще кажется, помощнее. И вот этот бокс на длинной дистанции, на большой. Ему просто он чувствует себя, как рыба в воде. Ну, Алеша никак не может подобраться на удобное расстояние. Так, чтобы достать раз, два, три, несколько раз точно попасть, чтобы соперник почувствовал неуверенность какую-то. Пока этого нет. Мне кажется, сейчас ему не нужно очень много говорить в углу. Ему нужно сказать буквально два-три слова. Чтобы он нашел свою манеру и боксировал так, как ему удобно. Да, но здесь должен быть четкий, точный совет, что сделать. Что поменять. Незапланированные секунды отдыха. И снова очко в пользу англичанина. Ну вот, вот вроде, вроде бы нащупывает левым джебом. Вот так, джеб, джеб. От которого не успевает уходить английский боксер. Ну, а после этого джеба продолжает атаку. Да, преимущество медленно, медленно, но опять-таки растет в пользу английского боксера. Мне кажется, перейдя в эту гору, Алексей немножко потерял в скорости. У него были такие быстрые руки, настолько точные были удары. А сейчас этого мы не видим. Еще он перестал бить сериями, вы заметили? Да. Он пытается это сделать, но у него не получается. Понятно, сейчас уже англичанин сохраняет свое превосходство. Он уходит, он уже не занял середину ринга, не встречает, не встречает. Он просто убегает. Так иногда, иногда, выбрасывая руки. Ну, может быть, когда-то и надо проиграть, чтобы почувствовать. Чтобы понять, да. Да, понять. Ну, конечно, лучше этого не делать, лучше бы, что это не случалось, но... Ну, когда-то рано или поздно кто-то проигрывает. Вот тот боксер, который снова поднимается и снова становится чемпионом, гораздо большим авторитетом подпользуется у всех любителей бокса. Ну, как бы там ни было, об этом уже можно сказать. Алексей стал призером чемпионата мира. Да, он стал призером, он поедет на Олимпийские игры. У него год впереди, чтобы осмыслить все. Подготовиться, стать еще сильнее. И снова подняться на самую вершину. Ну, это уже слишком. Ну, оставались две секунды. Вот именно за это бы я лишал двух-трех очков сразу. Ну, и такой запас у Фрэнка Гевина. Огромный был запас, что можно было вылечить эти пяти очков. Все равно он победил. Да, давно мы не видели. Вообще никогда не видели Алексея Тищенко в таком состоянии, когда он снимает маску. Всегда была победа, улыбка, уверенность. Но еще раз скажем, надо упасть, чтобы снова подняться. Ну, а Фрэнка Гевина мы поздравляем. Хорошая победа, хороший боксер. Он в финале. Субтитры создавал DimaTorzok